Скажите мне, изменилась вот эта область, а мы ее еще не трогали. Вот я вам рекомендую... Поднялся. Вот вы знаете, мне кажется, я не буду настаивать, что это единственное правильное, но если у нас есть вот уже обозначенные эти линии скелетизации орбиты, если у нас есть носогубка, если есть уголок, начинайте корректировать верхний третий, потому что, возможно, к последнему пункту вам в надобность уже не будет приходить. Вы более равномерно распределите шприц, объем шприца гиалуроновой кислоты, да, и дадите результат, который будет. И филеры, волюм абсолютно безопасны, можно вводить глубоко, средне, поверхностно, чтобы они последовательно заполняют. Вот так все я навести. Вот здесь. Чуть-чуть мне нужно поднять, выше дать немножечко вот сюда площадку, чтобы на чем держаться будет. Но эта зона очень деликатна, пожалуйста, корректное количество препарата, потому что когда очень много, если гиперкоррекция в этой области, даже использование гиалуронитаза потом не позволяет ситуацию исправить. Гиалуронитаз дает неравномерное рассасывание. Да, вы не можете гарантировать, что вот вы проколите, и уйдет все. Вообще старайтесь выполнять конрекцию так, чтобы не работать гиалуронитаза потом. Все можно оценить. Обычно где-то сантиметр-полтора от уголочка, и вот этот доступ позволяет и носоглубочку покрыть, и вот сюда ввести препарат и распределить вот тут. Здесь я возьму вот сейчас чуть выше, вот по емочке, вот так, чтобы мне оканюлить, длина оканюлить, это зона покрытия, чтобы выровнять вот эти треугольнички. А тут такой фиброз, что я не знаю, введу ли я конюлю или не введу. Даже с карпелем я пройти могу с трудом. А еще я выбрала здесь, в колу, потому что это верхняя граница предполагаемой предыдущей коррекции, чтобы не в нее вводить.